Есть популярные исполнители, есть легендарные и есть Майкл Джексон. На пике карьеры масштаб певца был таким, что казалось, весь мир может поместиться у него на ладони. Но мир — хрупкая вещь. Популярные хиты, неповторимый вокал и невероятная хореография оказались лишь одной стороной этой истории. Другую — мало кто мог даже представить. В 1993-м Джексона обвиняют в растлении 13-летнего мальчика. Полиция начинает расследование, стороны нанимают дорогих адвокатов, пресса находит массу грязных подробностей, изумленная публика следит за происходящим. Не каждый день главную звезду планеты подозревают в педофилии. До суда дело не доходит. Джексон выплачивает потерпевшим 20 миллионов, те забирают иск. Одна сторона изумленной публики считает, что виноватый певец откупился, другая уверена, что родители мальчика придумали историю, чтобы заработать. И с большой долей вероятности все бы забылось. Но проходило время, и появлялись новые мальчики, новые иски, суты, статьи и документальные фильмы. Многие авторы биографии Джексона проворачивают не совсем честный трюк. Они пишут или снимают лишь об одной стороне артиста. Например, только о гениальных песнях, мастерстве исполнителя или о революции в поп-музыке. Другие концентрируются исключительно на личной жизни Майкла. Пластические операции, отбеливание кожи, зависимости и, конечно, обвинение в растлении малолетних. Однако не было двух Майклов Джексонов. Был только один. Яркий, талантливый, изменивший историю музыки бесповоротно и навсегда. Но в то же время сложный, противоречивый и небезупречный. Именно о таком Майкле Джексоне я и расскажу прямо сейчас. На аллее звезд в Голливуде обычно многолюдно. Для многих туристов со всего мира это чуть ли не главная причина вообще посетить Лос-Анджелес. И единственная возможность увидеть Голливуд-бульвар пустым — приехать немного пораньше. Сейчас 8 утра, что можно понять по моим часам и слегка невыспавшемуся лицу. Под ногами 2000 звезд с именами актеров, режиссеров, музыкантов и других видных деятелей шоу-бизнеса. Но, пожалуй, самая большая очередь собирается здесь, у звезды Майкла Джексона. Сложно перечислить музыкантов, которые повлияли на мировую историю музыки так же сильно. Возможно, Битлз, возможно, Пресли. И тем и другим пытался соответствовать Майкл. Точнее, не просто соответствовать, он пытался быть лучше, больше и известнее. И во многом ему это удалось. Лос-Анджелес — столица мировой музыкальной индустрии. Здесь Майкл Джексон стал мега-звездой. Здесь студии, где он писал свои песни. Здесь дома, где он жил. Здесь улицы и здания, где он снимал свои клипы. Здесь произошли его самые высокие взлеты и самые низкие падения. Но история Майкла Джексона начинается не здесь. Она начинается в месте, где не растут пальмы, где холодные зимы, а шоу-бизнес кажется чем-то далеким и неосуществимым. Вы когда-нибудь были в Китае? Нет? Я тоже. Это китайский квартал Лос-Анджелеса. Выглядит очень аутентично. Можно никогда не бывать в Китае, можно даже не слышать об этой стране, но не пользоваться товарами, произведенными в Китае, невозможно. Там делают все и даже немного больше. Покупать товары в Поднебесной и продавать их у себя — отличный вид бизнеса. Кстати, это касается не только Китая. Многие уже что-то покупают или продают за рубежом, многие только планируют. Однако вести дела с иностранными компаниями не только прибыльно, но и непросто. Вам нужно открывать валютный счет в банке, оформлять большое количество документаций, отправлять или принимать международные переводы. И это еще не все. Но с точкой все эти задачи становятся намного проще. Начнем с главного. В точке можно проводить свифт-переводы в национальных валютах разных стран. Доллары, юани, евро, тенге, лиры и другие. За открытие и обслуживание валютного счета платить не нужно. В банке все это бесплатно. Предположим, вы ведете бизнес с Китаем. С помощью точки можно расплачиваться с поставщиками в долларах или юанях. Валютный контроль займет всего 30 минут. Специалисты точки помогут правильно составить документы, сами заполнят справки о подтверждающих документах, а еще помогут уберечь от валютных штрафов, напомнят о сроках и помогут с дополнительными соглашениями, если понадобится. В точке есть все актуальные сервисы для импортеров. Поиск и закупка товаров в Китае и Турции, помощь в получении о срочке оплаты для поставок из Китая, логистика, таможенное оформление и другие. Обменивать валюту легко прямо в онлайн-банке точки по выгодному рыночному курсу. Одним словом, с помощью точки вести бизнес с зарубежными контрагентами почти так же просто, как с партнерами из соседнего города. Переходите по ссылке в описании, открывайте валютный счет и делайте бизнес без границ. Гэри, небольшой город в штате Индиана, сегодня не самое благополучное место. Низкий уровень жизни, высокий уровень преступности и большое количество пустующих домов и зданий. Возможно, главной достопримечательностью города является эта небольшая постройка. В середине прошлого века здесь жила большая семья – родители и девять детей. Многие из них станут популярными музыкантами, а один – суперзвездой. В 50-х годах дела у города Гэри обстояли чуть лучше, чем сегодня. Заводы и фабрики активно работали, а территория города делилась на более благополучную и менее благополучную части. В первой из них проживало в основном белое, во второй – чернокожее население. Именно там, в конце 40-х, Джозеф Джексон построил небольшой дом. Молодой человек хотел быть актером или музыкантом, но в таком городе, как Гэри, у Чернокожего по большому счету было три выбора – завод, тюрьма или смерть. Джозеф предсказуемо выбрал первое. В 49-м он женится на девушке по имени Кэтрин, и уже через год у них появляется ребенок. Он будет первым из множества – три девочки и шесть мальчиков. Предпоследнего из братьев после рождения называет Майкл. На календаре 1958 год. Тогда семья Джексонов живет не то чтобы бедно, скорее очень скромно. Один из братьев позже будет вспоминать, что они постоянно сидели на макаронах, из-за чего позже, повзрослев, он их терпеть не мог. Прокормить девять детей непросто, поэтому даже матери Кэтрин приходится время от времени работать кассира в магазине, а огромное семейство ютится в небольшом доме в не самом безопасном районе. Кэтрин и Джозеф – строгие родители, и в качестве воспитательной меры иногда отец использует ремень или провод. Майкл расскажет об этом травмирующем опыте в немногочисленных интервью. В свое оправдание Джозеф Джексон заметит, что применение силы было необходимостью, чтобы дети не пропускали школу, ходили на секции и возвращались домой вовремя. В не самом благополучном районе города Гэри довольно просто скатиться в криминал. Одного из братьев Тита прямо рядом с домом ограбит подросток с пушкой в руках. Одним словом, в середине 20-го столетия семья Джексонов похожа на тысячи других темнокожих семей по всей Америке. Не только в плане своего социального положения и типичных проблем, но и в плане своей любви к традиционным для чернокожего населения жанрам музыки. Джозеф Джексон играет на гитаре в одном из любительских блюз-бендов города. Один из старших сыновей Тита иногда берет без разрешения инструмент отца. Рядом усаживаются другие братья, включая Майкла, и начинают играть популярные в то время песни известных Soul и R&B коллективов. Кэтрин, заметив это, решает ничего не говорить Джозефу. Но во время одного из импровизированных концертов на гитаре лопается струна. По воспоминаниям одних братьев, после этого отец выпорол Тита. По другим данным, это сильное преувеличение. Но, как и со многими другими событиями в жизни семейства Джексонов, впоследствии разные ее члены будут давать совершенно разные интерпретации одних и тех же событий их совместной биографии. Согласно официальной версии появления группы Jackson 5, отец Джозеф был музыкальным вдохновителем коллектива. В какой-то степени это вызывает вопросы, поскольку Джо – блюзовый музыкант, а его сыновья с самого начала тяготели к намного более популярным в 60-х соулу и R&B. Есть вероятность, что братья сформировали свой музыкальный вкус благодаря компании старшего брата Тита, который тогда активно вращался среди молодых музыкантов своего города. Так или иначе, именно Джозеф становится первым продюсером группы. В газете он видит объявление о небольшом городском конкурсе талантов и отправляет пятерых своих сыновей поучаствовать. Самым младшим и самым ярким представителем коллектива становится 7-летний Майкл. Он ответственен за вокальную часть. На своем первом музыкальном конкурсе новоиспеченная группа побеждает с огромным отрывом и в качестве награды получает право выступать в больницах и домах престарелых. Тогда коллектив еще называется Jackson Brothers, но его быстро переименовывают в Jackson 5. После ребрендинга группа начинает набирать популярность в родном городе. Они выступают на новых площадках, участвуют и побеждают в новых конкурсах и постепенно переходят на важную ступень в карьере любого начинающего артиста. И я имею в виду не радио или телевидение, а концерты в дешевых забегаловках. Джексоны в основном работают по ночам. В промежутках между плохими комиками и неважными стриптизершами, в местах, куда по идее вообще не пускают несовершеннолетних. Но парни нравятся публике, а счастливая публика покупает намного больше выпивки. Поэтому администрация клубов, а с ними и местные полицейские, закрывает на это глаза. Главное, чтобы парни не пили. А за этим внимательно следил отец. Любовь к Джозефу к суровой дисциплине в какой-то степени работает на пользу коллективу. Крохотный дом Джексонов превращается в репетиционную базу. Расписание почти как в армии. В половине пятого все сыновья должны прийти из школы, поесть и начать репетировать. Практика – это путь к идеалу, любит повторять Джозеф Джексон. В тот момент Майклу нет еще и 10 лет. Тогда он не то чтобы мечтает о звездной карьере. Как и любой пацан в его возрасте, он просто делает то, что нравится. Иногда хочет репетировать, иногда наотрез отказывается. Но, во-первых, с подходом отца к дисциплине у него не то чтобы есть выбор. А, во-вторых, победы в конкурсах и выступления перед публикой постепенно открывают другой мир. Намного более интересный и яркий, чем жизнь в неблагополучном районе американской провинции. Скорее всего, именно тогда Джексон приобретает свою главную одержимость и зависимость. Это сцена. И сейчас удачный момент, чтобы немного поговорить о другом музыканте. Как и в любом виде искусства, музыка не исключение, новая не появляется из ниоткуда. Мало кто повлиял на формирование Джексона как музыканта больше, чем Джеймс Браун. Знаменитый R&B и Soul исполнитель, который отечественному слушателю больше всего знаком как позитивный чувак, который всегда чувствует себя хорошо. Но Браун, конечно же, больше, чем одна композиция. Это явление в американской музыке. То, как он пел и особенно двигался, поражало Майкла Джексона еще в детстве. Невозможно не узнать эту пластику. Майкл в период становления Джексон 5 фактически копия Брауна. Артист, в общем-то, никогда этого не скрывал. В немногочисленных интервью Майкл рассказывал, как он не отрываясь смотрел за выступлениями Брауна по телевизору. И негодовал, когда режиссер трансляции решал переключиться на крупные планы. Ведь из-за этого не было видно танцевальных движений, которые пытался копировать маленький Джексон. Итак, ближе к концу 60-х у коллектива из пяти чернокожих братьев за плечами уже несколько лет выступлений в родном городе. Роли участников сформировались естественным образом почти с самого начала. Братья постарше, Тита и Джермейн, играют на гитарах. Еще один старший участник, Джеки, потанцовывает с бубном или без него. Среди младших Майкл, отвечающий за вокал, и Марлон, который ни на чем не играл, не очень хорошо пел, но тем не менее органично дополнял пятерку. Единственный участник коллектива, который постоянно менялся, барабанщик. Но это всегда был не член семьи, так что его заменяемость объяснима. Набив руку на выступлениях в родном Гэри, Джозеф Джексон понимает, что пришла пора двигаться дальше. На перепевании песен того же Брауна далеко не уедешь. Пора записывать свой материал. И здесь важно понимать следующее. Сегодня ты можешь записать песню у себя в спальне, выгрузить ее в интернет и проснуться знаменитым. Да, работает не в 100% случаев, но теоретически такое возможно. В конце 60-х это нереально. Даже просто записать песню, чтобы показать ее потенциальным продюсерам или послать на радиостанцию, очень непросто. Для этого Джексоны едут в ближайший большой город Чикаго, там есть хорошие студии. Песню под названием «Биг Бой» для группы написали местные композиторы. Яркий голос 10-летнего Майкла Джексона, конечно, выделяется, но услышать в этом намеке на будущую мировую славу сложно. Ему, как и другим участникам коллектива, есть чему учиться. Отец Джозеф нанимает музыкального преподавателя, и ребята на протяжении полугода после школы учатся вокалу и музыкальной грамоте. Композиция «Биг Бой» безусловно не является яркой точкой в истории музыки, но точно становится важной вехой в истории братьев Джексон и, как следствие, самого Майкла. Песня сначала попадает в ротацию маленькой радиостанции для черных, Позже довольно крупный лейбл «Атлантик Рекорд» заключает контракт на распространение композиции по всей стране. Джексон 5 выходит на новый уровень. Здесь нельзя не упомянуть контекст. Я уже не раз произносил выражения вроде «музыка для черных» или «радио для черных», и это не случайно. В то время в Штатах существовало культурное разделение. У чернокожих музыкантов были не только свои традиционные стили, вроде блюза, соло и R&B, но и свои радиостанции, где это игралось, свои музыкальные площадки, где проводились концерты и так далее. Одним словом, существовала музыка для черных, музыка для белых, и за редким исключением два эти мира не пересекались. Этот факт сыграет очень важную роль в будущей сольной карьере Майкла. Он всегда будет пытаться выйти за рамки, быть звездой для всех, вне зависимости от расы. Многие будут уверены, что именно для этого он в итоге и отбелит себе кожу. Но об этом мы поговорим чуть позже. Итак, Jackson 5 едут по крупным городам Америки выступать на сборных концертах черных артистов. 3-4 выступления за вечер, сон, переезд в другой город, снова другой город и так далее. Музыканты все время в дороге, выживая на энтузиазме и крекерах. Джексонов хорошо принимает публика. Но главное даже не это. Главное – возможность постоянной практики. Особенно это касается Майкла. У 10-летнего мальчика появляется неожиданная черта характера, которая во многом и сделает из него большого артиста – перфекционизм. Так как концерты, в которых принимает участие коллектив, сборные, то у исполнителей есть возможность понаблюдать за более взрослыми и опытными музыкантами. Это и делает Майкл, проводя почти все свое время за кулисами. В то время рост его мастерства, особенно в движениях, происходит очень быстро. Вскоре Джексоном поступает предложение от известной звукозаписывающей компании из Детройта MoTown Record. По одной из версий, музыкантов во время тура по стране приметила уже состоявшаяся артистка лейбла Дайана Росс. По другой версии, это был какой-то другой, менее известный сотрудник лейбла. Так или иначе, Джексоны приезжают в Детройт на прослушивание. Эти кадры, возможно, самая ранняя видеозапись коллектива из сохранившихся на сегодняшний день. И если очень постараться, то можно рассмотреть намеки на будущего звездного Майкла. MoTown Record предлагает группе подписать контракт. Это крупный лейбл, который работает с известными афроамериканскими исполнителями. И в общем-то, продюсеры не очень хотят связываться с малолетними артистами. У них уже был сложный опыт с 12-летним Стиви Уандером. Работать с детьми непросто, все нужно согласовывать с родителями, и потенциально это источник постоянных проблем. Единственная причина, почему MoTown может предложить контракт детям, если они действительно классные. Джексоны именно такие. В первую очередь, благодаря Майку. У него отличный голос, он ритмично двигается, но самое главное – особая энергетика. Она, возможно, и будет главной причиной его успеха. Недавно я задумался, что объединяет известных людей, которые прожили долгую и при этом насыщенную жизнь. Например, да Винчи или Дисней в 50-60 лет были, по сути, на пике своей творческой карьеры. В чем секрет? И, размышляя, я вспомнил книгу известного историка Ювалья Ноа Харари «21 урок для 21 века». Там автор, среди прочего, рассуждает о том, что одним из главных навыков современного человека является умение постоянно обучаться чему-то новому. Просто потому, что жизнь меняется намного быстрее, чем предыдущее столетие. То есть, получается, что раньше подобный скилл был совсем не обязателен для обывателя, но те, кто им обладал, например, Та Винчи или Дисней, могли достигать очень больших высот. А сегодня подобный навык буквально необходим каждому. Какие профессии являются самыми востребованными и желанными сегодня? Те, о которых лет 15 назад почти никто не знал – IT. И многие хотели бы попробовать обучиться айтишной специальности, но сказать проще, чем сделать – заплатить за обучение нужно сейчас, а работу ты найдешь как-нибудь потом, если вообще найдешь. И эту проблему успешно решает в Ката Академии. Ката уже более пяти лет обучает студентов программированию и тестированию в России по модели ISA. Говоря простым языком, это оплата после трудоустройства. Например, отличным стартом в IT-сфере может стать профессия инженера по ручному тестированию. Это те самые люди, которые проверяют работу сайтов и приложений на предмет багов и ошибок. Для работы тестировщиком не нужно знать код, а освоить эту специальность в Ката Академии можно всего за три месяца. В процессе обучения вас ждут практические занятия под руководством опытных менторов. И в том числе большой командный проект, который даст понимание, какой будет ваша работа после обучения. Ката Академии заинтересована в том, чтобы вы не просто освоили профессию, но и получили работу в IT-компаниях Москвы или Петербурга. Ведь оплата обучения происходит постепенно, небольшими частями из зарплаты студента на новом месте работы. Для тех, кто готов освоить новую перспективную профессию, я оставлю ссылку на Ката Академии в описании под видео. Там вы можете подробнее ознакомиться с программой и условиями обучения. И сейчас нужно немного поговорить о юриспруденции. Как ни странно, жизнь артиста и тем более звезды связана с большим количеством бюрократических процедур. Контракты, договоры, отчисления, гонорары и так далее. Но в конечном итоге это напрямую влияет на творчество артиста. И биография Майкла Джексона отличный тому пример. Мы будем возвращаться к этому снова и снова. Первый подобный эпизод как раз происходит во время подписания того самого контракта с Моттаун. Так как артисты несовершеннолетние, все официальные процедуры за них выполняет отец. А кто такой Джозеф Джексон? Это по-прежнему бедный рабочий с завода без образования. На то, чтобы нанять от Акада, у него нет денег. А сам он не может даже до конца внимательно прочитать контракт. И это становится проблемой. Джозеф хочет подписаться с лейблом на год, но лейбл хочет подписаться на 7 лет. Заключать короткий договор для продюсеров бессмысленно. Зачем вкладывать в артиста время и деньги, если через год он может просто уйти? Поэтому продюсеры идут на хитрость. Они заключают контракт на год. Но один из пунктов договора заключается в том, что Джексоны не могут работать с другими лейблами еще 7 лет. Джозеф подписывает контракт, даже не читая. Но не будем совсем уж демонизировать продюсеров лейбла. Для них Джексоны в какой-то степени риск. Нужно сочинить для них оригинальные песни, записать и донести до слушателя. То есть вложить время и деньги без гарантии успеха. С этого момента жизнь участников группы строится следующим образом. 5 дней в неделю они ходят в школу, на выходные едут в Детройт на студию писать треки и учиться. Им объясняют, как держать себя на сцене, как двигаться и как управлять голосом. Джексоны также ездят по разным городам страны с выступлениями и постепенно наращивают хайп вокруг себя. Но этого недостаточно. Настоящая карьера любого по-настоящему популярного исполнителя начинается с одной и той же ступени – первого хита. И его у Jackson 5 по-прежнему нет. Песня, которая станет главным хитом группы, изначально была написана для других артистов лейбла. Текст и аранжировка были иными, но в итоге всему миру она станет известна именно в исполнении Jackson 5. I want you back, вернись ко мне, хотя бы раз слышали даже те, кто ничего не знает о группе Jackson 5. Композиция есть почти во всех подборках главных хитов 70-х годов, хотя технически выходит она в конце 69-го. В чартах песня стартует достаточно скромно, однако быстро добирает популярность и добирается до самых высоких позиций. Яркий вокал молодого солиста группы тут же отмечают критики. Motown сразу врубает машину маркетинга на полную и бронирует множество выступлений, в том числе на ТВ. Костюмы Джексонов становятся ярче, прически значительно пышнее, а их звучание полностью отвечает задумке продюсеров. Они планируют сделать немного слащавый, но при этом безумно популярный детский бойс-бенд. Тогда Джексоны полностью переезжают в Лос-Анджелес. Для братьев и Майкла новый город выглядит раем. Голливуд, вечное лето, яркие цветы и пальмы. Все то, чего не было в их родном Гэри. Но им не всегда хватает времени наслаждаться погодой. Уже через полгода после их первого альбома под названием «Да я на Рос представляет Джексон 5» выходит следующая пластинка, которая называется ABC. Оба альбома сделаны по стандартной продюсерской схеме. Взять один-два потенциальных хита и добавить еще десяток ничем не примечательных композиций для объема. Братья записываются на студии по 12 часов в день. В остальное время ездят с выступлениями по стране, продолжают учиться вокалу и хореографии. И возникает логичный вопрос. Когда они ходят в школу? Особенно младшие участники Марлон и Майкл. Им тогда по 12-13 лет. Примерно через год после переезда в Лос-Анджелес Джексоном приходится перевести детей из обычной школы в специализированную. Там в основном учатся занятые, обеспеченные дети из музыкальной или киноиндустрии и руководство с пониманием относится к их прогулам. В 1971-м семья, наконец, покупает свой дом в достаточно дорогом районе Лос-Анджелеса. Несмотря на то, что по контракту с MoTown Jackson 5 получали лишь незначительный процент с продаж альбомов и выступлений, за пару лет коллектив становится настолько популярен, что денег хватает в том числе на хорошую недвижимость. Дом Havenhurst станет семейной резиденцией на долгое десятилетие. Майкл будет жить там даже на ранних этапах своей звездной сольной карьеры, даже тогда, когда он сможет позволить себе жить где угодно. За шесть лет до этого, когда сыновья только начали побеждать в конкурсах в родном городе, Джозеф Джексон написал в письме брату «Когда-нибудь благодаря парням я уйду с завода». И он оказался абсолютно прав. В начале 70-х Джексон 5 на пике своей популярности. Они ездят с выступлениями, в том числе в Европу. Везде их встречает ревущая толпа. Абсолютное большинство их фанатов — это девочки-тинейджеры. Но, несмотря на то, что фронтменом коллектива является Майкл, большинство внимания достается более старшим братьям. Майкл, в общем-то, еще ребенок. По воспоминаниям продюсеров, он не до конца понимал смысл песен, которые пел. Большинство из них было о любви. А у 12-летнего Джексона этого опыта еще не было. Для Motown Records Джексоны становятся главными артистами наравне с Дайаной Росс. Продюсеры планируют воспользоваться успехом коллектива и сделать из каждого участника самостоятельную звезду. Параллельно выходящими как с конвейера альбомами группы, Motown записывают сольные пластинки Майкла, Джеки и Джермейна. Однако новые альбомы не встречают большого энтузиазма публики. К 72-73 году создается ощущение, что популярность Джексон Файв спадает. Тогда же проблемы возникают и в личной жизни семьи. Старшие братья женятся и начинают жить отдельно. Джозеф не в восторге от выбора сыновей, однако даже не это его главная забота в тот момент. Он частенько изменял жене. У одной из любовниц родился от него ребенок. Узнав об этом, мать Кэтрин подает на развод. Позже она заберет заявление, но именно с того момента отношения между сыном и отцом становятся напряженными. Майкл вместо папа будет всегда называть его Джозеф. Пубертат – непростой период в жизни любого подростка. Однако для подростковой звезды это не просто вдвойне. Майкл начинает переживать из-за своего большого носа, прыщей и ломающегося голоса. Как ни странно, последняя из проблем с годами решится относительно легко. Майкл пройдет путь от звонкого мальчишеского вокала раннего периода Джексон Файв и придет к взрослому голосу его первой сольной пластинки. Большой нос и прыщи будут одними из причин большого количества пластических операций в будущем. В начале 70-х Майкл использует не такие радикальные методы – мейкап и вегетарианство. Он полностью отказывается от мясной пищи, чтобы улучшить состояние кожи. К 1975-му у Джексон Файв заканчивается долгий семилетний контракт с Мо Таун. За это время братья стали опытными музыкантами, а их стилистика сдвинулась в направлении набирающего обороты диско. И хотя редкие синглы коллектива находили популярность среди танцующих в клубах аудитории, но по большому счету группа двигалась к своему закату. Перейти из статуса детских звезд в статус популярных взрослых исполнителей – очень сложно. Кроме того, Джексоны хотят делать собственную музыку, а не только петь материал сторонних композиторов, что не входит в планы Мо Тауна. Уйти к другому лейблу – самый логичный выход из этой ситуации. Но группа далеко не на пике своей популярности, а права на все их песни и даже названия принадлежат Мо Тауну. В какой-то степени Джексоном везет. На них делает ставку продюсер известной корпорации CBS. Новый лейбл нанимает других композиторов, и те формируют новое звучание группы. Становится больше ритмичного фанка. Смысловая нагрузка песен минимальна. Все они плюс-минус о том, как весело и классно проводить время. В тот момент Майклу 17 лет, половину из которых он провел на сцене и в студии. Многим очевиден его звездный потенциал, но все последние альбомы братьев не слишком успешны, как и сольные пластинки артиста. Можно быть невероятно одаренным вокалистом или танцором, или и тем и другим одновременно, но чтобы стать звездой, нужен крутой, не похожий ни на кого материал. Он появится у Майкла спустя несколько лет, во многом благодаря случаю. За несколько лет до этого предыдущий лейбл Джексона в Motown Record решил заняться не только музыкой, но и производством фильмов. Первым проектом стала музыкальная картина по мотивам волшебника страны Оз. На заметной роли в проекте позвали несколько главных артистов студии Дайану Росс и Майкла Джексона. Он должен был играть Страшилу. Фильм выходит на экраны в 1978, проваливается в прокате, но не это важно. Важно, что на съемках Джексон встречает человека, который во многом сделает из него звезду. Квинси Джонс родился в бедной семье, но благодаря музыке к концу 70-х поднялся высоко по социальной лестнице. Он писал песни для больших звезд, включая Синатру, а также был композитором десятка голливудских фильмов, в том числе того самого «Волшебника страны Оз». Там он встретил Майкла Джексона, и они решили вместе делать его сольный альбом. Джонсу слегка за 40. Для Джексона он станет не только музыкальным наставником, но и в какой-то степени заменит отца. В теории для Квинси и Майкла все выглядит отлично. Они хотят писать альбом, у обоих десятки идей, но есть пара препятствий. Во-первых, лейблу не нравится Джонс, они считают его слишком джазовым, переводя на менее вежливый язык старым. Кроме того, продюсеры вообще не планируют выпускать сольник Майклу. Во-вторых, Майкл все еще действующий участник Джексон Файф, хоть он и не горит особым желанием продолжать совместную деятельность. Майкл уже давно вырос в самостоятельного музыканта, который наголову выше всех остальных участников пятерки. Майкл больше всех проводит времени в студии, Майкл больше всех занимается хореографией, наконец, Майкл больше всех хочет стать звездой. Пришло время двигаться дальше. Если Соединенные Штаты — это плавильный котел, то Лос-Анджелес — это один из эпицентров этого котла. Выйдя на оживленную улицу, вы без труда услышите речь из разных уголков мира и увидите людей абсолютно разных цветов кожи. В конце 70-х годов Квинси Джонс и Джексон ставят перед собой сложную творческую задачу. Они хотят сделать альбом для всех, чтобы музыка, которую они создадут, понравилась людям с абсолютно разными цветами кожи, чтобы это была не просто популярная музыка для черных или популярная музыка для белых, чтобы это была просто популярная музыка. Несмотря на то, что Майкл уже опытный артист, у него все еще нет своей уникальной идентичности и материала. Квинси Джонс приглашает несколько человек, которые станут очень важными для карьеры Майкла. Это звукорежиссер Брюс Свидин и композитор Род Темпертон. Последний писал абсолютно черную по своему духу музыку в стиле диско, фанк и R&B. При этом был абсолютно белым парнем из Британии, который максимально избегал клубов, тусовок и любил сидеть дома. Эти качества объединяли Темпертона и Джексона. Предстоящий сольный альбом Майкла станет одной из главных R&B и диско-пластинок в истории. Однако ее исполнитель, далеко не фанат клубов, а его поведение и манера говорить скорее демонстрирует зажатого стеснительного ботаника, нежели поп-звезду. И тот же самый человек незадолго до выхода своего первого звездного сольника в 1979-м создаст нечто вроде манифеста. Там он напишет, что должен стать совсем другим. Чтобы в новом взрослом артисте ничто не напоминало публике мальчика, певшего в детском коллективе Джексон Файв. Что он будет невероятным актером, певцом и танцором. Он будет перфекционистом, который изучит все, что делали великие, и улучшит это. Такой видит свою будущую сольную карьеру Майкл Джексон. Новый альбом Джексон с командой записывает всего за три месяца. Короткие сроки объясняются насыщенным графиком. В то же самое время Майкл ездит с концертами в составе группы Джексон Файв. Которая тогда, если быть точным, уже не называется Джексон Файв, а просто The Jacksons. Права на оригинальное название остались у предыдущего лейбла. 1979-й. Выходит новая сольная пластинка Майкла Off the Wall. Так называется одна из главных композиций альбома авторства Рода Темпертона. Off the Wall – сленговое выражение. В переводе – не такой, как все. Идеальное совпадение с манифестом самого Джексона. Мелодичность композиции, энергичный бит и даже некая смысловая нагрузка в тексте. О желании сбежать от рутины с 9 до 5 и жить на полную. Другой хит-пластинки также принадлежит авторству Темпертона. Композиция Rock With You – зажигать с тобой. Обе композиции оказываются на верхних строчках чартов, но все же главным треком альбома можно назвать песню Don't Stop Till You Get Enough. Не останавливайся, пока не получишь достаточно. Абсолютно энергичная R&B-композиция после выхода становится хитом номер один в США. Это первый подобный успех Майкла со времен ранних прорывов Jackson 5. Песня сразу захватывает клубы. Но главное – Don't Stop Till You Get Enough представляет публике нового, взрослого Джексона. У песни очевидные сексуальные мотивы. «Дотронься до меня, я весь горю, я таю, как горящая свеча». И это лишь несколько цитат из текста. Но почувствовать провокационность песни можно даже не зная английского. Отличительные звуки, которые произносит Майкл, органично дополняют смысл текста. Для Джексона подобный материал вдвойне смелый шаг. Его мать – давняя прихожанка церкви «Свидетели Яговы». Да и сам Майкл был связан с ними с самого детства. Он в том числе ходил по домам для того, чтобы завлекать новых прихожан. Джексон успокаивает мать тем, что ничего сексуализированного в тексте нет. Просто все интерпретируют слова, как хотят. И тут Майкл, конечно, лукавит. Для него «Don't Stop Till You Get Enough» символизирует раскрепощение как человека, так и артиста. Кроме того, это единственная песня альбома, которую написал сам Джексон. На обложке пластинки Майкл в костюме. Существует полная версия этого изображения и на ней видно нижнюю часть. Короткие брюки, лоферы и белые носки. Это выбор самого Джексона и явная отсылка к Фреду Эстеру, знаменитому американскому актеру и танцору, чье влияние на хореографию и эстетику Джексона просто огромно. Две композиции пластинки добираются до вершины чарта Billboard Top 10. «Off the Wall» становится самым продаваемым альбомом чернокожего артиста в истории. Но самое главное, благодаря этой пластинке Майкл Джексон совершает виртуозный переход из статуса детской звезды в разряд взрослых популярных артистов. Однако, несмотря на все успехи «Off the Wall», он навсегда останется в тени следующего альбома Джексона. Ведь им станет триллер. Пластинка, которая навсегда изменила историю популярной музыки. Это был культурный феномен, масштаб которого, пожалуй, не удалось превзойти ни одному артисту. Ни до, ни после. Созданию триллера можно посвятить отдельный документальный фильм, но я постараюсь чуть быстрее, при этом не упустив ничего важного. Итак, альбом «Off the Wall» 1979-го хоть и становится большим успехом, но все же не выполняет свою главную задачу, которую перед собой ставили Джексон и Квинси Джонс. Несмотря на отличные продажи и популярность у публики, пластинка проходит почти незамеченной премией Грэмми. Многие критики по-прежнему считают Джексона хоть и заметным, но все же нишевым чернокожим исполнителем. По их мнению, легкомысленная диско и R&B-композиции не дотягивают до серьезного и тяжеловесного белого рока, который на тот момент занимает большую часть эфира радиостанций. Майкл расстроен и разозлен. Теперь он формулирует свою цель еще короче и амбициознее – стать самой популярной звездой в шоу-бизнесе. Но, несмотря на все таланты Майкла, в это мало кто верит. Среди руководителей лейблов распространено мнение, что количество твоей аудитории оценивается количеством продаж предыдущего альбома, то есть нельзя просто так взять и сделать новую пластинку в десятки раз популярнее. Наверное, это понимает и сам Майкл, поэтому к выходу триллера изменится многое и в его жизни, и в его музыке. В творческом плане Майкл давно отделился от своих братьев, однако группа по-прежнему существует. Более того, Джексоны планируют записывать новый альбом и ехать с ним в тур. Майкл сначала наотрез отказывается ехать с братьями по стране. Он хочет писать новый альбом, который должен сделать его звездой номер один. Но после уговоров семьи Майкл соглашается. Тур, как и новая пластинка Джексонов, называется «Триумф». На концертах, помимо нового материала группы, Майкл исполняет несколько композиций из своего сольника «Off the Wall». И хотя в музыкальном плане «Триумф» получился неплохим, но во время выступлений всем очевидно – сольный материал Майкла сильно превосходит песни братьев. Одна из причин, почему Джексон продолжает гастролировать с группой – его преданность семье. После выхода «Off the Wall» Майкл финансово независим. Он может без труда купить себе хорошую недвижимость и жить отдельно. Однако «Восходящая звезда» по-прежнему обитает в родительском доме «Хэйвенхёрст», в то время как большинство братьев давно разъехались. Когда репортер спросит Майкла, почему тот по-прежнему живет с родителями, Майкл ответит, что живя отдельно, он просто умрет от одиночества. Спустя пару лет Джексон все-таки купит свое жилье, но «Хэйвенхёрст» еще долго будет оставаться его основным домом. В начале 80-х главный фокус Майкла – его новый альбом. Превзойти предыдущий успех мешает сразу несколько факторов. Во-первых, общее падение продаж в музыкальной индустрии. Американская экономика не в лучшем состоянии. Кроме того, набирает популярность видеоигры, которые уводят внушительную часть аудитории из музыкальных магазинов. Во-вторых, жанры диско, во многом благодаря которому выстрелил предыдущий альбом, уверенно движутся к закату. В музыку приходят новые технологии. Компьютеры, синтезаторы, драм-машины и прочие достижения прогресса напрямую влияют на звучание. За моей спиной знаменитое Westlake Studio в Лос-Анджелесе. Совершенно неприметное снаружи коричневое здание. Но именно здесь, в начале 80-х, Майкл Джексон записывает один из самых легендарных поп-альбомов в истории. Квинси Джонс называл композитора Темпертона, звукорежиссера Свидина и еще нескольких своих музыкантов командой А. Вместе с ними на студии Джексон проводит по 18 часов в день. Они пишут сами и отбирает из сотен композиций других сторонних композиторов. В то же самое время в родительском доме в Хейненхёрсте Майкл оборудует собственную студию и приглашает несколько собственных музыкантов. Он назовет это «командой Б». Именно в домашней студии Майкл пробует самые смелые свои идеи и только после этого приносит их сюда, чтобы показать Квинси Джонсу. Одной из первых готовых композиций для альбома становится коллаборация между Джексоном и Полом Маккартни. Они уже были знакомы, да и после успеха «Off the Wall» с Майклом хотели сотрудничать очень многие. Совместной песней становится «The Girl Is Mine» – «Она моя». Маккартни и Джексон будут хорошими приятелями до того момента, пока Майкл не решит купить права на весь каталог песен Битлз. Но эта история будет чуть позже. В момент создания триллера совместная песня с такой суперзвездой, как Маккартни, отлично усиливает альбом. Интересно, что композиция в итоге будет далеко не самой заметной на пластинке. Для Джексона новый альбом – это возможность не только показать миру себя как артиста, но и свою музыку. На этот раз он точно не планирует ограничиваться авторством одной композиции. При этом важно понимать специфику музыкального таланта Джексона. Его примерно можно описать одной фразой. Неважно, умеешь ли ты читать ноты. Важно, слышишь ли ты музыку. Майкл едва ли мог что-то сыграть. Майкл едва ли знал название аккордов или умел читать ноты. Но Майкл слышал музыку. То, как Джексон создавал песни, отлично демонстрирует следующая история. Майкл ходит по саду рядом с домом Хейвенхёрст и кормит попугаев. В какой-то момент он замирает, резко выбрасывает зерна в сторону и бежит по направлению к дому. Хватает музыканта, работавшего в домашней студии певца, и пытается напеть ему кусочек басовой партии, которую он услышал в голове. Музыкант старается воспроизвести это на инструменте. Проходит 30-40 минут и появляется следующее. Затем они добавляют к басу синтезатор и незамысловатую гармонию. Так, шаг за шагом в домашней студии, Майкл с музыкантом собирают черновой вариант песни и несут это к Винси Джонсу и команде А. Там из чернового наброска топовые музыканты делают классно звучащий трек, и Майкл пишет слова. Историю о мужчине, которого преследует женщина, заявляя, что он отец ее ребенка. В итоге появляется легендарная песня «Билли Джин». Был ли прототипом героини из «Билли Джин» кто-то конкретный, или это собирательный образ, до конца неизвестно. Но, что известно точно, так это то, что у каждого более-менее популярного музыканта найдутся подобные фанатки. На примере создания «Билли Джин» становится понятно, что процесс создания хорошей песни — это командная работа, даже если по итогу авторство принадлежит Джексону. Кстати, это касается не только отдельных песен, но и всего альбома. Опытный продюсер Квинси Джонс собирает пластинку таким образом, чтобы на ней были, с одной стороны, разные треки, с другой стороны, они хорошо дополняли друг друга. Собрав несколько отличных композиций, продюсер понимает, что им все равно недостаточно той песни, которая пробьет расовый барьер. Той, которая понравится многочисленной белой аудитории, предпочитающей рок. Джонс начинает искать песню в этом стиле, и Майкл приносит ему набросок «Beat It». Продюсеру очень нравится идея, и они тут же приступают к работе. В итоге получается настоящая рок-композиция, которую дополняет своим соло знаменитый гитарист Ван Халлен. Еще вчера Майкл Джексон пел «Зажигательное диско», а теперь в его новой пластинке подобный трек. Третьим главным хитом альбома стал трек под названием «Starlight Love» «Любовь при свете звезд». Более того, сначала так должен был называться и весь альбом. Автор композиции Род Темпертон дал название предыдущему альбому «Off the Wall», поэтому в плане нейминга основной расчет был именно на него. Но однажды утром он просыпается с идеей – триллер. Название, которое будет классно смотреться на постере. А то, что будет классно смотреться на постере – и есть классное название. Темпертон срочно переписывает слова песни. Композиция превращается в хоррор, и чтобы усилить эффект, музыканты решают пригласить известного актера фильмов ужасов – Винсента Прайса. Ему принадлежит тот самый устрашающий голос из трека. И со стороны может показаться, что работа над альбомом «Триллер», которому суждено стать легендарным, была похожа на ничем не ограниченное творчество. Джексон и Джонс экспериментируют со звуком и жанрами, приглашают классных музыкантов, пишут и переписывают песни. Но в реальности они сорвали все возможные дедлайны. Корпорация CBS уже не раз перенесла сроки релиза альбома. Компания тогда находится не в лучшем финансовом состоянии, поэтому они очень ждут успешной пластинки. Наконец, к осени 1982-го альбом готов. В день, когда музыканты заканчивают работу над пластинкой, они выходят из Уэст Лейк Студио и делают это фото. Здесь Квинси Джонс, Рот Темпертон и, конечно, Джексон. Снимок сделан практически на том же месте, где я сейчас стою. Передо мной здание студии, позади фастфуд-ресторан Taco Bell. Ресторан, кстати, работает до сих пор. Если смотреть на этот снимок вне контекста, то совершенно невозможно поверить, что на нем изображены люди, которые только что закончили один из самых главных альбомов в истории. Пластинку выпускает на два дня раньше официального релиза. Причина — слив. Одна из радиостанций начала исполнять песни с альбома, который даже еще не вышел. Но далеко не все радиостанции разделяют подобный ажиотаж. Некоторые, направленные на белую рок-аудиторию, не хотят ставить трек «Битит» в ротацию. Джексон для них — исполнитель из другой вселенной. Более того, проблема возникает даже с прогрессивным каналом MTV, который не хочет ставить клип «Билли Джин». По одной из версий событий, проблему решает глава корпорации CBS. Он в гневе звонит главе MTV и угрожает убрать из эфира всех артистов корпорации, если канал не поставит в ротацию клип «Билли Джин». Кроме того, на защиту Майкла встают несколько известных артистов, таких как Дэвид Боуи и Майлз Дэвис. В итоге, видео оказывается в эфире. MTV и по сей день утверждает, что никакой расовой проблемы не было, и они совершенно не препятствовали выходу клипа. Так или иначе, в 83-м году «Билли Джин» на несколько месяцев удерживает планку самого популярного видео на канале. Клипы для нескольких треков триллера — немаловажный фактор в успехе всего альбома. Музыкальное видео для битых «Билли Джин» и триллера объединяет наличие некого сюжета, сложная хореография, эффекты, дорогостоящие производства и полное ощущение, что зритель смотрит короткометражное музыкальное кино. Все эти элементы лучше всего заметны на примере триллера. После выхода «Билли Джин» и «Битт» Майкл не очень хочет снимать еще что-то. Артиста уговаривает его менеджер Фрэнк Ди Лео, ведь новые клипы отлично подстегивают продажи альбома. Майкл по-прежнему живет с родителями в Хейвенхерсте. Туда приезжает известный кинорежиссер Джон Лэндис, чтобы обсудить концепцию клипа. По его воспоминаниям, комната Майкла представляла небольшое пространство, заставленное коробками и каким-то хламом. Идея Джексона в том, чтобы сделать из клипа мини-хоррор. Режиссер пишет сценарий, рассчитывает за бюджет, и стоимость клипа выходит почти в миллион долларов. Сегодня эта цифра, конечно, ни о чем не говорит, но в 83-м году миллион баксов — это в 20 раз больше, чем самый дорогой клип на тот момент. Лейбл Майкла отказывается платить такие деньги. Железный аргумент продюсеров — кому нужно музыкальное видео с монстрами. В итоге бюджет собирается креативными методами. Например, команда Джексона делает документалку о том, как делается клип, и продает на нее права, тем самым покрывая значительную часть расходов на видео. Подобная стоимость вполне объяснима, если посмотреть полную версию триллера. Она длится 13 минут и скорее похожа на полноценный хоррор-фильм, с большим количеством актеров, эффектами, гримом и другими дорогостоящими элементами производства. За моей спиной тот самый дом из клипа, и это отличное место для того, чтобы рассказать историю о том, как Майкл Джексон хотел уничтожить весь отснятый материал. Просто представьте, огромный бюджет потрачен, съемки проведены, и режиссер собирается монтировать клип. Неожиданно Джексон звонит своему юристу и требует уничтожить пленки. Каким-то образом свидетели Яговы узнали о том, что Джексон снимает клип про всяких оборотней, вурдалаков и так далее. Они, разумеется, очень недовольны и угрожают отлучить его от церкви. Режиссер Лэндис, узнав об этом, забаррикадировался у себя в офисе вместе с пленками и не выходил до того момента, пока ситуация не рассосалась. Позже Джексон извинился и признал, что клип получился отличным. Однако у полной версии в итоге появился перед началом небольшой дисклеймер, который говорит о том, что клип не пропагандирует веру в какую-то нечисть. Хорошо, что пленки не были в итоге уничтожены, потому что клип не только стал важным событием в карьере Джексона, но и одним из символов 80-х годов. Перед тем, как Майкл в 90-х выпустит альбом Dangerous, он вспомнит композитора Чайковского. «Посмотрите на Щелкунчика», — скажет Майкл. «Там нет проходных композиций. Нет композиций лишь для объема. Каждая часть балета — хит. Именно таким должен быть мой альбом». Станет ли Dangerous такой пластинкой — спорный вопрос. Но триллер в начале 80-х точно становится таким альбомом. Семь из девяти песен попадают в топ-10 музыкальных чартов. Три клипа на эти песни производят революцию в музыкальных видео. Сам альбом становится самой продаваемой пластинкой в истории. И на этот раз не только среди чернокожих артистов. Среди всех артистов планеты. На волне успеха триллера к 1984-му Майкл Джексон становится главной звездой мира. Его внешность изменилась. За несколько лет с момента выхода альбома «Off the Wall» до головокружительного успеха триллера Майкл сильно похудел, избавился от пышной афропрически, а его нос стал заметно меньше. Причиной потери веса было строгое вегетарианство в комплекте с изнурительной танцевальной практикой. Прическа стала жертвой взросления и перемены стиля, а вот новая форма носа была результатом нескольких пластических операций. Нос стал заметно меньше. Гримеры Майкла обращали внимание на мелкие шрамы на его лице. Через 10 лет в знаменитом интервью Опре Уинфри Майкл скажет, что причина пластики – профессиональная деятельность. По его словам, нет в шоу-бизнесе человека, над лицом которого не работал хирург. Возможно, это и было правдой, но лишь отчасти. Наверняка одним из мотивов уменьшения носа была детская травма. Братья называли его «Big Nose» – «большой нос». Да и сам Майкл постоянно переживал из-за его величины. После успеха триллера становится очевидно – Майклу пора отправляться в свой первый большой сольный тур. Однако в то же время братья уговаривают его поехать в тур с группой. На этот раз Майкл намерен наотрез отказаться. Для Джозефа Джексона и братьев это проблема. Их последний тур не был суперприбыльным, а продажи альбомов оставляли желать лучшего. Однако Джексоны привыкли жить как звезды и тратить как звезды. Финансовый успех предстоящего тура может гарантировать только Майкл. А он по-прежнему отказывается. И тогда братья обращаются к секретному оружию – Кэтрин. После разговора с матерью Майкл соглашается. Один из способов сделать тур прибыльным – заключить рекламный контракт со спонсором. Им готова выступить Пепси. По условиям договора братья и Майкл должны сняться в нескольких рекламных роликах. И здесь важно понимать следующее. В начале 80-х отношение к съемкам звезд в рекламе отличается. После успеха триллера у Майкла появилось большое количество знакомых среди топовых знаменитостей. И многие из них, узнав о предложении Пепси, предостерегают его. В том плане, что начинать рекламные съемки нужно, когда уже твоя карьера идет на спад, а в случае Майкла она на взлете. И тем не менее он соглашается. Пепси предлагает огромные деньги – 5 миллионов долларов. За год до этого Кока-Кола потратила меньше на спонсорство целой Олимпиады. Разумеется, подобные суммы были предложены только при условии того, что в рекламных роликах снимется Майкл. Во время съемок одного из роликов происходит несчастный случай. По сюжету, в кадре вместе с Майклом должно было быть большое количество горящей пиротехники, которая была от него в непосредственной близости. В процессе одного из дублей у Майкла воспламеняются волосы на голове. Его тут же везут в госпиталь. По воспоминаниям пластического хирурга Майкла, ожог был очень сильный, величиной с ладонь. Майклу сделали операцию, вставив внутрь под кожу что-то вроде подкладки. Этот инцидент сильно повлияет на жизнь Майкла в будущем. Ему предстоит не одна операция, место ожога придется закрывать искусственными волосами, но главное – он будет испытывать сильные боли, и, возможно, именно с этого момента начнется его постепенная зависимость от обезболивающих. После инцидента Пепси выплачивает Джексону полтора миллиона долларов компенсации, и он отправляет всю сумму на организацию ожогового центра в Лос-Анджелесе. Кстати, это будет первым из множества актов благотворительности Джексона. Всего через год он напишет знаменитую песню «We are the world» – «Мы – это мир». В создании трека поучаствуют десятки главных артистов того времени – Боб Дилан, Стиви Уандер, Тина Тернер и другие. Благодаря продажам трека удастся собрать 60 миллионов долларов на помощь странам Африки, страдающим в тот момент от голода. 1984. Стартует тур Джексонов под названием «Виктори». До этого семь месяцев изнурительных репетиций. Майкл постоянно что-то предлагал. По постановке, сценографии, свету и эффектам. Одним словом, может ехать в тур Джексон и не хотел, но у перфекционизма нет выключателя. Задача тура традиционная – промоутировать новый альбом Джексонов. Он также называется «Виктори». Вот только ни одной песни с этого альбома на концертах в итоге не исполняется. Большую часть выступлений каждый из братьев поет в своей композиции со своими музыкантами. Между городами Майкл летает на отдельном частном самолете. На заключительном концерте тура в Лос-Анджелесе Майкл произносит прощальную речь. Там он вспоминает их общий путь и говорит, что это были долгие 20 лет. Не счастливые 20 лет, не прекрасные 20 лет, а долгие. На этот раз Майкл готов поставить окончательную точку в их совместной творческой биографии. К середине 80-х публичный образ Джексона изменяется кардинально. Тогда британский таблоид дает Майклу отбитное прозвище – «Уэко Джека». Уэко в переводе с английского – «чокнутый» или «сумасшедший». Выражение останется с Джексоном надолго. И причиной этого будет не только изменение внешности, но и странное экстравагантное поведение. Несмотря на статус суперзвезды, Майкл решает минимизировать все контакты с прессой. Он практически не дает интервью. По мнению Джексона, это сработает ему на пользу и придаст образу артиста загадочности, тем самым повысив интерес. В прессе ходят слухи, что Майкл купил скелет Человека-слона, знаменитого фрика 19-го столетия, и держит кости у себя дома. Джексон называет это абсолютной выдумкой. Также по изданиям циркулирует фотография Майкла в барокамере. Якобы певец в ней спит, чтобы продлить свою жизнь до 150 лет. Джексон отвечает, что это полная ерунда, и в данном случае он абсолютно прав. Ведь вся история с барокамерой – созданная им постановка. Вместе со своим менеджером Ди Лео они слили фото одному из изданий. Громкую новость тут же подхватили другие, и снимок в барокамере широко разошелся по таблоидам всего мира. Кроме этого, публика начинает задаваться вопросом, что происходит с цветом кожи артиста. Она становится значительно светлее. «Неужели он хочет отбелить себе кожу?» – вопрошают многие. Майкл никак это не комментирует. По крайней мере, пока. Говоря о странностях Майкла, конечно, нельзя не упомянуть животных. Среди питомцев Джексона в разные годы были баран, собака, жираф, змея, лама, и это далеко не весь список. Сначала он организует небольшой зоопарк в родительском доме Хейвенхерсте, но на полную катушку он развернется, когда купит собственное ранчо «Неверленд». И особое место в этой истории занимает обезьяна. Технически это не обезьяна, а шимпанзе, но суть не в этом. Суть в том, что в середине 80-х Майкл начинает появляться с ним на публике. Он берет животное с собой на важные встречи, на съемки клипов, на записи песен в студии, зарубежные поездки, и посылает за шимпанзе персональный автомобиль с шофером, когда не может приехать за ним сам. Шимпанзе зовут Бабблс, и он становится для Майкла не просто питомцем, но полноценным другом. И все это несмотря на порой агрессивное поведение животного. Бабблс ломает оборудование в студии, мешает записи и доставляет множество других неудобств. Джексон завел шимпанзе, еще живя в Хейвенхерсте, несмотря на протесты матери. Позже он перевезет Бабблса на ранчо «Неверленд», но в итоге отдаст агрессивного питомца в специальный приют. Одна из причин появления Бабблса – огромная любовь Джексона к животным. Другая – хайп. После успеха триллера Майкл решает, что вся его жизнь – это большое шоу. И часть этого шоу – это подобные экстравагантные истории. Таким образом, Майкл планирует контролировать прессу. И сначала ему это удается, но через некоторое время роли поменяются, и тогда пресса начнет контролировать Майкла. Кто-то скажет, что после выхода триллера началось падение Майкла. Возможно, они будут правы. Но сказать подобное можно только спустя много лет. В середине 80-х все выглядит иначе. Джексон на волне успеха. На своем зеркале в ванной он пишет цифру 100 миллионов. Такой он видит свою цель по продажам следующего альбома. 100 миллионов копий. Это больше, чем продажи любого альбома в истории. На вершине музыкального олимпа всегда неспокойно. Не успеешь туда сесть, как тебя тут же пытаются свергнуть новые артисты. Более свежие, более наглые и провокационные. Постепенно во второй половине 80-х Джексон, даже несмотря на все свои странные выходки, начинает казаться консервативным на фоне таких восходящих звезд, как Мадонна или Принц. Кстати, последнего пресса будет часто называть творческим соперником Джексона. Артисты попробуют записать совместный трек, к новому альбому Майкла. Но коллаборация не складывается. Возможно, причина как раз в личной неприязни певцов друг к другу, о которой тогда активно ходят слухи. Майкл, конечно, чувствует давление новых популярных артистов. Он знает, что единственный способ оставаться на вершине — предлагать публике что-то новое. Новую музыку и новую версию себя. Джексон продолжает сотрудничать с Квинси Джонсом и его командой А. Но в то же время он полноценно работает над новыми треками у себя дома в Хевенхерсте со своей командой. На этот раз он хочет, чтобы большинство треков-пластинки принадлежали ему. Песни, созданные командой Майкла, не нравятся Джонсу. Он считает их слишком сырыми. Треки Джонса не нравятся Майклу. Он уверен, что продюсер стагнирует и не чувствует веяния времени. Джексон хочет более агрессивное новое звучание. В 1987-м происходит релиз альбома Bad. Даже его название и обложка буквально кричат о желании артиста показать, что он далеко не консерватор. Он меняется. Кстати, лицо Майкла на постере также совсем другое. Нос стал ещё тоньше, а кожа ещё белее. Изменения становятся особенно заметны, если сравнить обложку Bad с обложкой предыдущего альбома. Снять видео на песню, которая дала название пластинки, приглашают знаменитого режиссёра Мартина Скорсезе. В результате получается короткометражный 18-минутный фильм. Сюжет основан на реальной истории чернокожего студента, которого застрелил полицейский в неблагополучном районе Нью-Йорка. И хотя Майкл пытается использовать в клипе социальный расовый контекст, но реакция критиков и зрителей оказывается неоднозначной. Некоторые замечают, что сам Майкл уже давно живёт другой жизнью и явно далёк от актуальных проблем социальных низов. И с учётом всех экстравагантных выходок артиста, в этих словах есть часть правды. Реакция продюсеров лейбла на клип также неоднозначная. Отличная музыка, говорят они. Но что с его лицом? На фоне триллера альбом «Бет» уступает. Об этом говорят и его продажи. Но это яркий пример ситуации, когда лучшая враг хорошего. Если вычеркнуть триллер из уравнения, то «Бет» объективно получается очень успешным альбомом, как финансово, так и творчески. Половина из его песен занимает строчку номер один хит-парада. Мировые продажи пластинки достигают нескольких десятков миллионов. Для самого Майкла «Бет» в какой-то степени — это вершина творчества. Девять из одиннадцати треков либо написаны им самим, либо в коллаборации. Во многих композициях Джексон добился того самого агрессивного звучания, которого хотел. Например, «Smooth Criminal». Еще один пример — «Dirty Diana». На этом фоне ярко выделяется другая песня альбома «Man in the Mirror». Намного более спокойная композиция с позитивным посылом. «Хочешь сделать мир лучше? Начни с себя». Поется там. Большой мировой тур, приуроченный к выходу альбома «Bet», особенно важен для Майкла. Ведь это его первый большой сольный тур. И здесь его перфекционизм проявляется по полной. Он тщательно отбирает команду музыкантов. Например, из нескольких сотен хороших гитаристов остается лишь один. Все, что будет происходить на сцене во время концерта, также под контролем Майкла. Свет, звук, эффекты, костюмы и, возможно, самый важный момент — хореография. Майкл на протяжении всего двухчасового выступления постоянно в движении. Он виртуозно проворачивает все те элементы, которые сегодня ассоциируются исключительно с Джексоном. Но зачастую были придуманы не им. Самый яркий пример — «Лунная походка». Это движение использовали задолго до Майкла американские артисты и французские мимы. Вот, например, запись 50-х годов. Однако сегодня при любом упоминании «Лунной походки» в голове только Майкл Джексон. Все старания Майкла и огромной команды музыкантов, танцоров, работников сцены и других окупаются сполна. Первый сольный тур Джексона пользуется оглушительным успехом. Более 4 миллионов проданных билетов, цена которых у перекупщиков достигает 700 долларов. Большая сумма и сегодня, а в конце 80-х просто огромная. Для Джексона успех тура важен вдвойне, ведь это квинтэссенция его творческого видения. Концерты Джексона по миру продолжались на протяжении 16 месяцев. В туре стало заметно, что он окружил себя небольшой группой людей, с которыми в основном и общался. Для остальных участников и работников Майкл был недосягаем. Но не этот факт привлекал внимание некоторых менеджеров и коллег Майкла. Неотъемлемой частью большой звезды является Свита. В американском шоу-бизнесе ее называют термином «антураж». Зачастую это никак не связанные с профессиональной деятельностью артиста люди. Но они путешествуют вместе с ним на частных самолетах, останавливаются в дорогих отелях и проводят большое количество времени рядом. В туре «Бэт» частью этой свиты становятся мальчики примерно 10-летнего возраста. Это могли быть дети тех, с кем Майкл работал, или дети, которые непосредственно работали с Майклом, например, участвовали в съемках рекламы. Иногда мальчики были вместе с родителями, иногда нет. Окружение Майкла тогда делилось на две части. Первая считала, что ничего плохого в этом нет. Да, возможно, это своеобразно, но Майкл — это такой Питер Пенн, мальчик, который не хочет взрослеть. Своего полноценного детства у него не было, и теперь он восполняет это, дурача с детьми, проворачивая с ними пранки, смотря фильмы и занимаясь другими типичными для 10-летних мальчиков активностями. Короче, все безобидно. Другую часть окружения Майкла начала напрягать эта ситуация. Одним из них был давний менеджер Майкла Фрэнк Ди Лео. И хотя он сам признавал, что не видел никаких противозаконных действий Майкла по отношению к детям из свиты, но со стороны это выглядело очень странно. Он справедливо предупреждал, что в будущем все это может стать большой проблемой. Никого не будет волновать, было что-то или не было. Но если мальчики скажут, что было, все поверят им, а не Майклу. В этом плане менеджер буквально заглянет в будущее. Сразу после завершения тура Майкл уволит Ди Лео. Тур Бет завершается в 1989 году. Тогда в карьере Майкла многое подходит к концу. Помимо менеджера, он расстается с Квинси Джонсом и большинством из его команды. Майкл будет уверен, что Джонс и сам хотел двигаться дальше. Тот, в свою очередь, воспримет это как очень неожиданный разрыв. За год до этого Майкл купит знаменитый Неверленд – калифорнийское ранчо к северу от Лос-Анджелеса. Недвижимость обойдется певцу примерно в 20 миллионов долларов. Свое название ранчо получит благодаря вымышленному месту из истории про Питера Пэна. Да и вообще вся огромная территория ранчо будет скорее напоминать огромный детский парк аттракционов. Огромный кинотеатр, в котором показывали еще не вышедшие в прокат голливудские блокбастеры. Зоопарк с жирафами, львами, слонами и другими животными. Аттракционы, бассейны и так далее. После того, как ранчо было готово, Майкл начинает приглашать туда многих звездных знакомых и детей. Среди последних встречаются знаменитости, вроде исполнителя главной роли франшизы «Один дома» Макалея Калкина. А также никому неизвестные мальчики, с которыми Майкл пересекался случайно. Подробнее к тому, что происходило в Неверленде, мы обязательно еще вернемся. Тогда у Джексона заканчивается контракт CBS. Майкл со своим менеджером выбивают для него еще большие проценты с продаж альбомов и еще большие гонорары. Одним словом, они получают контракт, которого не было еще ни у одного артиста в истории. Новый альбом Майкла под названием Dangerous выходит в 1991 году. Майкл снова пробует новое звучание. На замену старой команде приходят новые музыканты, звукорежиссер и продюсер. В пластинке есть рок, фанк и даже влияние модного хип-хопа. Самой известной композицией альбома становится Black or White. Смысл песни примерно понятен даже из ее названия. Она о равенстве и о том, что цвет кожи не важен. Альбом сразу после выхода занимает первое место в чартах. Но в тот момент это не воспринимается как большая творческая победа. Во-первых, пластинка сильно уступает предыдущим альбомам Майкла. Но, кроме того, создается ощущение, что новая музыка и вообще весь образ Майкла не совсем соответствуют времени. Один из критиков в своей рецензии пишет следующее. Альбом, который пытается понравиться сразу всем, от человека, у которого есть все. В то же самое время радиостанции и умы широкой аудитории захватывает неприлизанный рок. И его главным представителем является молодая группа под названием Нирвана. Справедливости ради стоит отметить, что спустя время отношение к альбому Dangerous скорее поменялось. Причем в лучшую сторону. Многие критики отмечают его музыкальное новшество, которое в то же время сочетается с текстами, в которых Майкл пел о том, что его действительно волнует. Тогда же Джексон приходит с необычной идеей к лейблу. Теперь они всегда должны представлять его как king of pop, король поп-музыки. По признаниям некоторых работников звукозаписывающей компании, предложение сначала звучит странно и даже вызывает улыбки. Однако спустя какое-то время выражение уходит в народ и начинает ассоциироваться с Майклом. Новый тур Майкла Dangerous становится еще больше и масштабнее предыдущего. Сценография и эффекты невероятного размаха. Для того, чтобы перевозить все необходимое оборудование в туре, продюсерам приходится арендовать три огромных советских грузовых самолета. Каждое шоу тура открывается суперэффектом. Майкла неожиданно выбрасывает из-под сцены специальный механизм. Публика буквально в истерике. Затем Джексон просто стоит молча в одной позе на протяжении нескольких минут. Все это время зал ревет. Вряд ли в истории был хотя бы еще один артист, который мог держать внимание десятков тысяч людей, просто стоя на сцене. Начиная с первой же композиции, Джексон активно двигается на протяжении всего выступления. За каждый концерт Джексон теряет по 8-9 килограмм веса. По советам врачей, Майклу даже приходится отказаться от вегетарианства. Ему нужен протеин. В процессе тура Джексон периодически прилетает в Америку. Например, чтобы выступить перед президентом или дать интервью Опре Уинфри. Я уже не раз ссылался на это интервью в своем ролике. И это не случайно. За 10 лет со времен выхода триллера это первое полноценное большое общение Майкла с журналистом. Джексон решился на него не от хорошей жизни. Он и команда продюсеров понимает, что популярность постепенно уходит и нужно напомнить публике о том, кто настоящий король. Содержание интервью не так интересно. Майкл мастерски уходит от ответов на уже привычные вопросы или повторяет давно рассказанные истории из детства. Что выглядит интересно в этом разговоре, так это то, как Джексон говорит и выглядит. Перед зрителями мировая суперзвезда. Его песни и движения на сцене всегда энергичны. Но в жизни это довольно стеснительный человек с тихим голосом. Однако самый поразительный момент, конечно же, внешность Майкла. Он еще белее, а нос еще меньше. На вопрос о том, сколько пластических операций у него было, Майкл отвечает, всего пара. Тут он, конечно, лукавит, ведь даже его нос побывал под скальпелем хирурга большее количество раз. Не говоря о других частях лица. И, наконец, на вопрос о цвете кожи Майкл впервые публично рассказывает о своем заболевании. Это витилиго. Нарушение пигментации кожи. Постепенно некоторые участки тела становятся значительно светлее. У Джексона первые признаки заболевания проявились в начале 80-х. Из-за того, что нарушение пигментации проявлялось, в том числе на лице, ему пришлось осветлять кожу в принципе, чтобы сделать ее равномерной. Интервью собирает у экранов невероятные 90 миллионов зрителей. И оно наверняка собрало бы еще больше, если бы вышло на полгода позже. Ведь тогда Майкла впервые обвиняют в растлении малолетнего. Все началось за год до этого. Летом 1992-го машина Майкла ломается во время поездки в Лос-Анджелесе. Дэйв Шварц владеет сервисом по аренде авто и предоставляет одной из них артисту в тот день. У Дэйва есть жена Джун и неродной 13-летний сын от первого брака супруги – Джордан Чендлер. Через несколько месяцев после инцидента с машиной Джексон приглашает родителей и Джордана к себе на ранчо Неверленд. Это будет не единственный визит Чендлера в поместье Майкла. Во время посещений Неверленда подросток встречает там и других мальчиков, среди которых, например, Макалей Калкин. Как и во время туров, Майкл дурачится с детьми, в том числе это происходит в его спальне и на его кровати. Майкл также возит Чендлера с матерью в Диснейленд и Монте-Карло. Постепенно родной отец подростка Эван Чендлер начинает подозревать Джексона. Он спрашивает сына, приставал ли к нему певец. Джордан отвечает, что ничего не было. Однако Эван Чендлер не удовлетворен ответом. Он привлекает психиатра, который выражает мнение, что со стороны Майкла возможно было ненадлежащее поведение по отношению к подростку. Правда, психиатр делает эти выводы не на основании показаний самого мальчика, а потому как сам отец описывал поездки сына к Джексону. Майкл отвечает, что Эван Чендлер испытывает к нему неприязнь только лишь потому, что сам Майкл не хочет общаться с ним, контактируя только с женой и сыном. Эван решает выдвигать обвинение против Джексона. За то, чтобы решить дело до суда, он требует 20 миллионов. Майкл отказывается. Здесь важно упомянуть, что по профессии Эван Чендлер был стоматологом. Он в том числе лечил своего сына. На одной из процедур по удалению зуба Джорди Чендлер лежит в кабинете отца под наркозом. Эван решает спросить сына в этом состоянии, приставал ли к нему Майкл, и Джорди отвечает, что да. После этого Эван ведет сына к психиатру. Там подросток подтверждает слова, сказанные под наркозом, и в подробностях рассказывает, как его расклевал Джексон. Начинается официальное расследование. В августе 1993-го толпа полицейских приезжает с обыском на ранчо Джексона Неверланд и его квартиру в Лос-Анджелесе. Полиция внимательно изучает все, в том числе любительские видеозаписи, но не обнаруживает ничего противозаконного. Джексон узнает о событиях на следующий день, когда дает концерт в Москве. Разумеется, пресса активно следит за происходящим. Таблоиды пытаются отыскать детей, которые как-то пересекались с Джексоном, попросить работников ранчо и других потенциальных свидетелей. За интервью обещают большие деньги. Так, например, находится супружеская пара, которая работала в составе персонала в Неверленде. Журналистам они говорят, что видели, как Майкл домогался детей, в том числе купаясь с ними в бассейне голым. Позже полиция выяснит, что за интервью бывшим работникам заплатили, никаких домогательств они не видели, а Джексон действительно был с детьми в бассейне, но все были одеты и не делали ничего противозаконного. Майкл выстраивает свою публичную защиту. Он просит нескольких знакомых детей выступить в прессе и рассказать, что он не делал ничего плохого. Самым известным из свидетелей Майкла будет Макалей Калкин. И в этот раз, и много лет спустя, он будет всегда публично поддерживать Джексона и говорить, что все, что происходило в Неверленде, не выходило за рамки приличия и уж тем более закона. Да, Джексон веселился и дурачился с детьми, в том числе и в его спальне на ранчо. Но вы должны понимать, что такое спальня Майкла в Неверленде, говорит Калкин. Это огромное помещение, и там постоянно ходит кто-то из персонала. На стороне Майкла также выступают подростки Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчук. Они подтверждают, что Джексон невиновен. Интересно, что оба выдвинут против Майкла обвинение в растлении 20 лет спустя, и оба станут героями знаменитого документального фильма «Покидая Неверленд». Джексону также приходится пройти через унизительную процедуру фотографирования и подробного изучения его гениталий. Эти данные полицейские сравнивают с показаниями Джорди Чендлера. Результаты оказываются противоречивыми. Одна часть показаний Чендлера совпадает, другая нет. Спустя полгода Джексон согласится выплатить 23 миллиона долларов, и сторона обвинения заберет иск. Часть окружения Майкла считала решение откупиться верным. «Все произошедшее и так сильно вымотало Джексона». Другие, напротив, полагали, что Майкл совершил ошибку. Ему нужно было идти до конца и доказывать свою невиновность. Иначе есть большой риск, что в будущем появятся новые мальчики, которые будут выдвигать обвинения. Очевидно, что права оказались вторые. Более того, часть многочисленной аудитории, следившей за делом, теперь была уверена, что Джексон действительно виновен, раз решил вопрос деньгами, а не стал судиться. Но даже многие из людей, верившие Майклу, после скандала становятся убеждены, что певец явно начал уходить от реальности, раз не понимает, каким последствиям могут приводить его странности и экстравагантное поведение. Вскоре после завершения дела о растлении, Майкл совершенно неожиданно для всех объявляет о своей женитьбе. Избранница – единственная дочь Элвиса, Лиза Мари Пресли. Разумеется, тут же возникает предположение, что Джексону понадобился традиционный брак, чтобы показать всем, что он не растлевал детей. Его супруга при этом рассказывает, что у них настоящая любовь и все очень жарко в спальне, что делает ее одной из всего нескольких женщин, которые когда-либо публично упоминали, что у них были интимные отношения с Джексоном. В 1995-м выходит новый альбом Майкла под названием History. Пластинка во многом является рефлексией Джексона на происходившее с ним событие за несколько лет до этого. Многие треки значительно более тяжелые по звучанию. И хотя сегодня критики отмечают многие музыкальные достоинства пластинки, в середине 90-х творчество Майкла начинает интересовать общественность значительно меньше, чем скандалы с его участием. Особенно это чувствуется в Соединенных Штатах, где Джексон теряет популярность значительно быстрее, чем в остальном мире. Он уже далеко не самый популярный исполнитель страны. Тогда он уступает в известности даже своей сестре Джанет Джексон. Кроме Майкла, она единственная представительница семьи, которой удалось сделать успешную сольную карьеру. Для альбома History Джексон записывает с сестрой совместную песню. Майклу почти 40 лет. Мало того, что на его родине выросло целое поколение молодых людей, для которых он исполнитель из прошлого, но кроме того природа начинает брать свое. При подготовке нового тура становится очевидно, Майкл уже не может проводить весь концерт в движении. Ему нужны периоды, когда он может передохнуть и перевести дух. Причина ухудшающегося здоровья Майкла не только возраст. Его продолжают мучить боли в месте ожога на голове, а также серьезная бессонница. Тогда он активно подсаживается на снотворные, причем достаточно сильные, те, которые невозможно получить без рецепта врача. В 1996, менее чем через два года после женитьбы, Майкл разводится с Лизой Мари Пресли. И в том же году женится на своей медсестре Дебби Роу. В течение пары лет она рожает ему двоих детей, сына принца и дочь Перрис. Спустя еще год они разводятся, Майкл остается опекуном детей, Дебби получает 19 миллионов долларов после развода. И хотя многие уверены, что весь брак с Роу был фикцией, только для того, чтобы у Джексона появились дети, но доказательств этого нет. Сама Роу крайне закрытый человек и никак это не комментировала. Ближе к концу 90-х у Джексона начинаются финансовые проблемы. Не потому, что Майкл мало зарабатывал, а потому, что он непомерно тратил. В одном только Неверленде насчитывалось почти сотня персонала, пять из которых это тренеры слона и несколько специалистов по рептилиям. Майкл мог потратить полтора миллиона долларов, чтобы купить статуэтку Оскара, принадлежавшую продюсеру фильма «Унесенная ветром». 20 миллионов долларов на производство альбома. И если у вас в голове сломался мысленный калькулятор, это нормально. У Джексона, очевидно, он сломался тоже. На туре «Хистори» Майкл зарабатывает 160 миллионов, но умудряется потратить больше и влезть в долги. Спасательным кругом, который вытащит Джексона из множества финансовых ям, становится тот самый каталог песен «Битлз», который он купил в середине 80-х, поссорившись из-за этого с Полом Маккартни. Джексон продает права на половину каталога и решает проблему с деньгами. По крайней мере, на какое-то время. В начале нулевых Джексон выпускает новый альбом «Инвинсибл» – «Неуязвимый». И многие критики называют пластинку антитриллером. Даже близкие музыканты Майкла признают, что это далеко не лучшее творение Джексона. «Инвинсибл» стоил огромных денег в производстве, но по какой-то причине звучит так, будто Джексон записал его в одиночку в домашней студии. Проблемы с финансами в начале нулевых даже заставляют Майкла согласиться на несколько совместных выступлений с братьями, хотя он очень не хотел. Но будучи практически банкротом, у Джексона не то чтобы есть выбор. На этих выступлениях также становится заметно, что 43-летний артист не в лучшей форме. Многие его движения на сцене выглядят механическими и лишь бледным подобием того, какими они были когда-то. В 2002-м у Майкла появляется третий ребенок – принц Майкл II. Кто мать ребенка по-прежнему неизвестно. Дебби Роу утверждала, что это не она. В том же году происходит знаменитая сцена в берлинском отеле. Майкл демонстрирует сына поклонникам, собравшимся внизу. Он высовывает ребенка полностью из окна, держа при этом одной рукой. Позже Джексон извиняется за поступок. Он объясняет, что хотел показать сына фанатам. Правда, зачем это делать таким образом – непонятно. Но спустя год инцидент с ребенком из окна явно отходит на второй план. Ведь Майкла снова обвиняют в растлении. Все начинается с большого интервью журналисту Мартину Баширу. Майкл решается на это, чтобы как-то помочь падающей популярности. В интервью участвует мальчик по имени Гевин Арвиза, один из многочисленных несовершеннолетних гостей ранчо. Гевин, кроме всего прочего, рассказывает, что он спал на кровати в спальне Майкла в присутствии Джексона. И вместо того, чтобы уточнить, что сам Майкл в этот момент спал на полу, Джексон говорит, что он спал в кровати со многими детьми, и ничего плохого в этом нет. Это лишь безобидное развлечение и проявление любви. Как минимум одной своей цели по итогам интервью Майкл добивается. О нем снова начинают говорить. Телетрансляцию только в США смотрит 40 миллионов зрителей. По итогам интервью полиция начинает новое расследование. Главным потерпевшим становится тот самый подросток Гевин Арвиза. В полиции он признается, что Джексон его растлевал. На этот раз дело Джексона доходит до суда, который становится последним массовым шоу в жизни певца. Защита Джексона строится на двух главных деталях. Во-первых, они приглашают мальчиков, которые многократно были в Неверленде, и утверждают, что Майкл не совершал ничего противозаконного. Одним из них снова становится Макалей Калкин, а также Уэйт Робсон. Он снова подтвердит невиновность Майкла. Еще раз напомню, что через 10 лет он все же выдвинет обвинения. Второй главный момент, на котором сосредотачивается защита – родственники потерпевшего. В первую очередь, его мать, которая, обвиняя Джексона, пользовалась подарками от него, а также путалась в показаниях. Слушание привлекает невероятное внимание прессы и общественности. Над зданием суда летают вертолеты, а рядом дежурят множество журналистов и фанатов. В итоге присяжные признают Джексона невиновным по всем пунктам. К середине нулевых о музыке Майкла вспоминают исключительно в прошедшем времени. Его контракт с Sony, которая до этого купила CBS, был практически разорван из-за отказа Джексона ехать в тур после альбома Invincible. Долги Майкла переваливают за 200 миллионов долларов, а сам он отправляется на какое-то время жить в Бахрейн по приглашению шейха. Спустя пару лет Майкл переезжает в Вегас и думает о том, чтобы начать там выступать. Он слышал, что артисты зарабатывают на этом отличные деньги. В общем-то, он прав, они зарабатывают. Вот только нормальной практикой является почти ежедневное выступление. Однако специфика выступлений Джексона такова, что он не может выходить на сцену 5 дней в неделю. Его концерты – это движение, особенно учитывая, что Майклу тогда почти 50. Когда план с Вегасом проваливается, Майклу поступает предложение от британских промоутеров устроить большой мировой тур, начав его с выступлений в Лондоне. Тур называется «This is it» и должен стать прощальным в карьере Джексона. Майкл объявляет об этом публично перед фанатами в Лондоне. Многие видят его тогда вживую впервые за много лет. Начинается активная подготовка к шоу. Эффекты, хореография – главные хиты. Поклонники должны увидеть знакомого Майкла. И хотя танцоры замечают, что полноценные репетиции даются Майклу непросто, общий настрой команды позитивный. Все рады возвращению короля поп-музыки. К середине 2009-го репетиции переходят в заключительную фазу. Билеты на предстоящие шоу в Лондоне раскупаются мгновенно. Чего не знали фанаты и большинство из тех, кто работал на шоу вместе с Майклом, так это то, что певец уже много лет сидел на серьезных снотворных и обезболивающих. 25 июня 2009-го Джексон умирает в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему было 50 лет. По результатам медицинской экспертизы, причиной смерти стала доза сильного снотворного, введенная Майклу его лечащим врачом Конрадом Мюрреем. Конрад был одним из многочисленных врачей Майкла. Джексон страдал зависимостью от сильных препаратов. Достать подобное лекарство без рецепта невозможно. А потому, когда один врач отказывался давать Майклу лекарства, он просто находил другого доктора. Спустя несколько лет суд приговорил Мюррея к 4 годам тюрьмы за непредумышленное убийство. Все, что происходило после смерти Джексона, стало прямым отражением его жизни. С одной стороны, его трагический уход продемонстрировал величину артиста и настоящий масштаб его популярности. В день смерти Джексона в работе Википедии, Гугла и нескольких других крупных сайтов произошел сбой. Все пытались узнать новости об артисте. Топовые знаменитости устроили большой концерт в память о Майкле спустя всего несколько дней после его кончины. Именно после ухода ко многим пришло осознание того, насколько Джексон изменил историю популярной музыки. Но самое главное, что песни Майкла до сих пор не просто живы. Они пользуются огромной популярностью на ютюбе и стриминговых площадках. С другой стороны, смерть Джексона так и не поставила точку в обвинениях Майкла в растлении детей. В середине десятых Уэйт Робсон и Джеймс Сейвчек выдвинули обвинения против Майкла, несмотря на то, что до этого утверждали обратное. Суд не встал на их сторону. Спустя пять лет вышел огромный документальный фильм «Покидая Неверланд», где они подробно рассказали свою историю взаимоотношений с Джексоном. Фильм вызвал широкое обсуждение. Те, кто был уверен в виновности Майкла, стали уверены еще больше. Те, кто верил Джексону, считали, что всему виной деньги. Надеяться на то, что мы когда-то узнаем окончательную правду, наверное, бессмысленно. То, что мы знаем точно, так это то, что Джексон был своего рода уникальным певцом, танцором, композитором и артистом. Да, он прожил только 50 лет, намного меньше, чем мог. Но Майкл, можно сказать, жил в параллельной вселенной. А там время идет совсем по-другому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok